Огненная колесница Ильяху прожил долгую жизнь. Ему довелось дожить до того времени, когда пророки Господа вернулись в Израиль. У них появилось множество последователей, которых называли сыновьями пророков. И у Ильяху был свой ученик по имени Элиша. Вот что рассказывают в народе об их первой встрече. Отец Элиши был земледельцем. Ему принадлежали обширные земли, расположенные в долине реки Иордан. В один прекрасный день Элиша трудился в поле вместе с работниками отца. Внезапно люди заметили Ильяху. Он пересек поле стремительными шагами, приблизился к Элиша и набросил на него свой плащ. Затем, не произнеся ни слова, он направился дальше. Элиша понял, что Бог избрал его себе в пророки. Тогда он оставил свой плуг и побежал за Ильяху. «Я готов следовать за тобой», — сказал Элиша. «Только позволь мне проститься с отцом и матерью». Простившись с родными и друзьями, Элиша пошел с Ильяху, чтобы служить ему и учиться у него. С тех пор Элиша никогда не расставался со своим учителем. Однажды, когда Ильяху был уже очень стар, он позвал Элишу и сказал ему, «Сын мой, сегодня Бог призывает меня в Бейт-Эль. Прошу тебя, оставь меня». Но Элиша не согласился, ведь он никогда раньше не оставлял его. И они пошли вместе. По дороге им повстречались сыновья пророков. Они отозвали Элишу и сказали ему, «Знаешь ли ты, что Бог сегодня заберет от тебя твоего учителя? Я предчувствую это, но мне тяжело об этом говорить». Затем Ильяху снова попросил Элишу оставить его, так как его путь лежал в Иерихон и в долину реки Иордан. И на сей раз Элиша не послушался его и не оставил своего учителя. Наконец они достигли реки Иордан. Ильяху остановился и сказал, «Сын мой, скоро я покину этот мир. Назови мне желание, которое ты хочешь, чтобы я исполнил для тебя». Опечаленный Элиша сказал, «Я хочу быть подобным тебе. Укрепи силу Духа моего, ибо ты оставляешь меня. Твое желание исполнится в тот миг, когда я буду отправляться в другой мир. Если ты увидишь меня в это мгновение, это будет знаком исполнения твоего желания». Внезапно Элиша увидел, как спускается с небес огненная колесница, запряженная лошадьми. Налетел сильный ветер, засверкали молнии, загремел гром и поднял его вместе с огненной колесницей в небо. Элиша простирал руки к небесам, как бы надеясь, что Ильяху еще вернется, но больше он никогда не видел своего учителя. Он накинул на плечи его плащ, оставшийся на земле, после того, как вихрь унес Элиягу и вернулся в Иерихон. Когда пророки увидели возвращающегося Элишу, они воскликнули, «Дух Элиягу почиет на Элише!» С тех пор прошло много лет, но мы верим, что Элиягу не умер. Говорят, что он время от времени возвращается на землю, чтобы помогать людям в беде. В любой день он может постучать в чью-то дверь, переодетый бедным странником. На исходе субботы мы поем песни в его честь. В ночь пасхального Седера мы открываем дверь, чтобы он мог войти.